Здравствуйте, с вами Светлана Хорошавина. И в этом видео как очищающее средство, которое у вас заканчивается и закончилось, точнее чем его можно заменить. Напоминаю, что у нас есть замечательное очищающее средство из системы, точнее из коллекции Naturely. И это очищающее средство, оно такое мягкое-мягкое текстуры, очень легкой, поэтому подойдет как для комбинированной кожи, так и для сухой кожи. Тем, кому нравилась пеночка репе, я думаю, вы будете тоже довольны этим средством очищающим. Особенно у того, у кого нормальная дисклона к сухости кожи. Из-за легкости, даже с комбинированной моей комбинированной кожей, мне оно тоже очень нравится и мягко, нежно очищает его. Если хочется немножко очистить более интенсивно, если почувствуете, что хочется что-то более интенсивного, можно раза 2-3 в неделю в это очищение, особенно если это кожа комбинированная с конок жирности, добавлять пудру-эксфолиант. Что это значит? Это значит небольшое количество выдавливаем очищающего средства, действительно небольшое. Чуть-чуть добавляем пудру-эксфолиант, это сыпучая текстура, смешиваем на ладошки и этим мягко, нежно очищаем кожу лица. Таким образом, 2-3 раза в неделю точно можно проводить такой легкий, нежный, это даже не столько пилинг, сколько такая более тщательная очистка кожи лица. Поэтому рекомендую, у кого сейчас заканчивается очищающее средство или уже закончилось, приобрести, пользоваться вот этими двумя средствами или вот этим одним средством из коллекции Natural. Чем можно заменить увлажняющий любимый крем Mary Kay? Вспоминаем, что есть у нас успокаивающее, восстанавливающее молочко из системы Clinical Solutions. И его одна из функций это увлажнитель, увлажнение. Поэтому утром и вечером мы можем вместо нашего увлажнения, которое закончилось, наносить это молочко Clinical Solutions. Также можно воспользоваться маслом Natural для того, чтобы добавить питание, ну и так скажем густоты, может быть насыщенности этому молочку. Его можно как смешивать друг с дружкой, так и накладывать послойно. То есть после тоников наносите молочко, а далее сверху масло, разогретое в ладошках. Также если у вас есть любимая сыворотка, можно использовать сначала после тоника сыворотку, потом далее молочко, далее масло или опять же масло с молочком смешать. Если вы девушка деликатного возраста 45+, то рекомендую использовать лисинг сыворотку. В этом случае молочко Clinical Solutions также будет очень хорошим таким заменой на какое-то время увлажняющего крема. Опять же его можно дополнить маслом, его нужно смешать с маслом. Это посмотрите уже по вашим ощущениям, особенно если у вас кожа сухая. Также можно использовать гелевую маску. При этом, если вы ее использовали 2 раза в неделю, используйте 3-4 раза в неделю на ночь, именно как увлажняющие средства. То есть не просто как маску подержали 20 минут и сняли, а именно на ночь, как я очень часто тоже рекомендовала это всегда. Если вы ее делали и так 2-3 раза в неделю, делайте 4-5 раз в неделю смело, пока опять же не появится ваш любимый увлажняющий крем из системы TimeWise 3D или системы TimeWise 3P. Что же делать и чем заменить крем для кожи вокруг глаз? Дорогие мои, крем из коллекции МК Мэн. Потому что этот крем действительно очень хорошо себя уже зарекомендовал. Кожа вокруг век, мужская и женская, не так сильно отличаются, как кожа на другой части лица. Поэтому в принципе, что мужской крем, что женский крем, очень хорошая текстура, очень хорошо себя ведут на коже, действительно хорошо ухаживают, увлажняют, антиэйч эффект дарят. Поэтому если у вас заканчивается крем для век из вашей любимой коллекции, можете смело воспользоваться кремом из коллекции МК Мэн. Важно понимать, что вся уходовая продукция Мэри Кэй выпускается на одной базе, на одном основании. В результате мы можем совершенно спокойно внутри нашего каталога, внутри наших систем, как нам интересно, как нам хочется их комплектовать, смешивать, миксовать и так далее. Поэтому это открывает очень большой спектр возможностей и решений наших задач. Надеюсь, это видео вам было полезно. С вами была Светлана Хорошавина. Будьте красивыми, счастливыми и здоровыми! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!